здравствуйте дорогие зрители сегодня будет второе видео посвященное ладе вести почему же решил его записать ну во первых обзор на ладу веста смотрите на моем канале и в этом обзоре я был немножко придет к автомобилю потому что был автомобиль с роботом с роботом с одним сцеплением действительно он испортил очень многое да вот впечатление об автомобиле мне осталось очень негативно именно из-за робота и за два года напомню там была машина 17 года выпуска лада действительно очень много всего исправила то есть очень много мелочей которые были в той машине вот в этой машине уже учтены и исправлены эта машина 19 года с коробкой механика и я действительно взял этот автомобиль для того чтобы создать правильное справедливое мнение о этом автомобиле и сегодня я поделюсь вам тем что я заметил то что лада исправила действительно автомобилях и расскажу немножко про концепцию ладу то есть то что они планируют сделать в рестайлинг который планируется двадцатом году итак поехали по поводу подкапотного пространства своем обзоре говорил о том что вот эта вот резиночка она достаточно короткая и я удивлялся почему же нельзя было сделать подальше на самом деле проблемы здесь не настолько актуально потому что в принципе фары достаточно высокие и грязь сюда не летит нас машины после мойки здесь было бы видно самом деле что пена сюда залетела но нет действительно все сухое капотом каких-то проблем нет единственная в том что вот очень большие зазоры между капотом там крыльями так далее до забивается очень много грязи и листьев вот здесь прям явно видно что куча кучи листьев которые забивают сливные отверстия и ну в принципе это может стать проблемой кстати вот еще на допустим петлях багажника опять же вот они как-то очень близко расположены к кузову и там тоже появляется вода там застаивается и я считаю что это не совсем хорошо то есть вода в принципе оттуда должна уходить например зимой там будет замерзать и непонятно что еще будет происходить с лакокрачным покрытием но вот такой нюанс автомобиля что касается моторов здесь установлен ладовский мотор 18 литра 16 клапанов в чем его какие-то особенности ну во первых мотор достаточно проблемный это подтверждается тем что в рестайлинге этого автомобиля который планируется двадцатом году они собирают сюда поставить мотор h4m от рено соответственно то есть вот он устанавливать красный рено логан на nissan чите например на альмер он устанавливается мотор действительно беспроблемный он ходит в принципе 200 250 тысяч километров при грамотном обслуживании больше скорее всего проходит и действительность будет очень кстати потому что все проблемы которые есть это этих моторах их очень трудно решить потому что изначально здесь конструкция очень старая и доработка эта конструкция уже немножко себя изжила поэтому действительно здесь просто вот нужно было поставить новый мотор о чем собственно и говорил в своем обзоре и ладовцы молодцы они услышали своих клиентов они услышали жалобы и приняли такое решение и вот наверное с рестайлинга это будет уже реально достойная машина которую есть смысл рассматривать покупки хотя даже вот с этим мотором если вы рассчитываете на пробеге например до 100 тысяч километров в целом почему бы нет он очень бодренько ездит у него хороший крутящий момент к слову у него 120 сил но крутящий момент здесь 170 если мы говорим про моторы kia или моторы hyundai там 123 силы но там 150 ньютон метров крутящего то есть этот мотор едет даже резвее чем kia единственный вопрос конечно в массе автомобиля потому что масса здесь тонна 300 там все-таки немножко поменьше там тонна 250 но по-хорошему этот автомобиль едет реально очень приятно но по черте с механической коробкой передач с роботом здесь вообще ни в коем случае нельзя покупать это вот самая отвратительная коробка которая может устанавливаться и опять же в рестайлинге этого автомобиля который планируется в двадцатом году надо заменит этот робот на вариатор от рено компания соответственно выпуска джатка и они молодцы реально молодцы то что услышали жалобы и решили вот эту проблему поэтому вот машин двадцатого года я например будут рассмотрел потому что универсальчик огромный плюс автомобиля место здесь валом в принципе управляется машина приемлемо реальность если не разгоняет там больше 130 километров в час я уже говорил для бюджетного сегмента это вот наверное предельная скорость на которой вы комфортно себя будете ощущать это нормально это не спорткары поэтому до 130 километров час она управляется очень даже достойно здесь есть и спи причем есть 10 в базе есть пиздец имитирует блокировку межосевую для передней оси соответственно если вы где-то живете опять же в сельской местности или например у вас городе плохо чистят дороги эта машина с большей вероятностью выкарабка из из какого-то сугроба нежели там рено логан тоже да поэтому реально машина интересная и сочетание с мотором h4a и вариатором джатка это будет прям вообще бомбочка потому что вот именно универсалов в такой цене с таким сочетанием мотора и коробки но вот не хватает я считаю очень не хватает потому что сандерик это все-таки хэтчбек он маловато на реально место там мало место что сзади мало что багажники мало он высокий он неустойчивый у него действительно много много проблем а вот эта машина она этих проблем не имеет и здесь плане места сплошные плюсы по неустойчивости на дороге по сравнению сандеры она опять же лучше и вот если здесь они установят все-таки это мотор и коробку реально эту машину будет смысл рассматривать на сегодняшний день но спорный вопрос вопрос какой пробегом этот автомобиль нужен если вы ездите немного то есть после 100000 километров вы планируете от этого автомобиля избавляться ну реально можно рассмотреть причем что мотор 1.6 литра здесь очень неплохой у него кстати вот 150 крутящий момент ньютон-метров и это то же самое что у киа рио или honda solaris вот стопом мотором их 1.6 тоже 150 момента а как мы знаем на малой скоростях именно момент разгоняет автомобиль если вам нужно прицеп присобачивать именно момент будет разгонять ваш автомобиль поэтому реально что мотор 1.6 литра что мотор 1.8 литра они оба здесь принципе вписываются единственно жалуются на проблемы с мотором 1.8 нажор масла как бы тоже спорно у кого-то он ест послука вот он не ест масло плюс как его обслуживать плюс чему заливать плюс опять же как часто вы обслуживаете на самом деле нюансов очень очень много но все таки я бы не советовал брать такой мотор на большой ресурс то есть на 200000 не планируйте что она проедет тут лучше дождаться реально рестайлинга и купить уже мотор а4 м который проверен который откатан который вас будет возить что касается жесткости подвески я говорил о том что подвеска здесь реально жесткая и так она и осталась то есть по мягкости не могу назвать эту машину как-то приятный комфортный нет действительно достаточно жестко все отрабатывает единственный момент что пробоев у этого автомобиля поймать практически невозможно но подвеска не совсем приспособлены для плохих дорог то есть если вы живете где-то в таком городе где действительно дороги очень плохие возможно вам следует все-таки рассмотреть именно рено потому что там подвеска действительно мягче там она отработает все лучше и по каким-то большим колдобином она себя будет вести немножко получше но в целом вот именно для городской эксплуатации автомобиль очень хорошо подходит то есть по ровной дороге конечно все хорошо по поводу устойчивости на трассе действительно водитель говорит что все классно то есть никуда машины не бросают систему курсовой устойчивости здесь отрабатывает очень хорошо и выравнивает автомобиль на нужную траекторию когда его пытается выкинуть из поворота это плюс лады что касается комплектации изначально я сказал что база комплектации этого автомобиля нет абсолютно ничего и я был не прав потому что здесь в базе есть у вас уже вся безопасность что касается системы устойчивости и 2 передних подушки то есть у вас будет система из тормозных усилий контроля до системы курсовой устойчивости система переворачивались не ошибаюсь и 2 передних подушки безопасности в этом классе такой набор безопасности дает только лада и корейцы аляки и хенга все остальные это дают допами например же но есть и это вообще до все в принципе в комплектации только в комплектациях city он есть базе но если вы рассматриваете true logo на механике что самое интересное то там есть и не будет базе и там опять же будет только передняя подушка безопасности водителя здесь же у вас все системы безопасности и 2 передних подушки молодцы ребята если вы хотите получить еще боковые подушки безопасности вам придется раскошелиться где-то на 15 тысяч долларов если мы рассматриваем киа хен да то для того чтобы там получить боковые подушки безопасность вам нужно будет потратить уже 16 тысяч долларов то есть здесь действительно вы за меньшие деньги получаете большую безопасность и как мы знаем разбилась лада веста на 5 звезд то есть плане безопасности тут о вас подумали здесь все действительно очень неплохо что касается места внутри лада бесспорный лидер тут вот никаких претензий к ней потому что что сзади места дофига что место в багажнике тут можно действительно боем посадить что касается места спереди на самом деле все тоже нормально ты садишься колено у меня не упиралась то есть можно разложиться раскинуться регулировку сиденья хватает сиденья достаточно приятно на дальних поездках тоже она себя ведет очень неплохо то есть пенал затекать скорее всего не будет и по сравнению с ладой веста 17 года кстати возможно что там просто версия не кросс там сиденья были очень скользкие там здесь такие же тканевые сиденья но они имеют такие вот небольшие ставочки из кожзама и за счет них вы тормозите в сиденье начинает садиться если там и просто меня выскалили как на льду мылом помазали это сиденье я просто проскальзал из него здесь такого нету действительно садитесь и вас удерживает поэтому большой плюс в а 917 года я не мог пристегнуться потому что замок откуда нужно составлять им безопасности он был очень сильно утоплен и его закрывал подлокотник действительно вам чтобы туда засунут этот замочек нужно было то левой рукой это делать как-то выгибаться правую руку это делать заметил такую интересную деталь этого автомобиля во первых я хочу пристегнуться и попробуй были туда засуни руку потому что знаю либо здесь как-то кресло подвинуть неудачно но вот этот подлокотник не абсолютно мешает засунуть сюда не левой рукой его нужно засовывать здесь нет здесь они подняли выше замок куда вот вам нужно оставлять этот ключик вот ремня безопасности и все и действительно просто опускайте кисть и пристегиваетесь молодцы действительно решили вопрос по поводу дверей карт дверей я не рассказывал об этой проблеме но она актуальна то что у вас очень плотный уплотнитель резинте стоит и резина здесь достаточно жесткая и когда вы поднимаете или опускаете стекло очень часто эти стекла царапаются и неприятный скрип раздается здесь это видно и проявляется это в том что когда вы открывает стекло очень много мелких полосочек образуется то есть все-таки резина она недостаточно мягкая на недостаточно сидела сглаживают и она будет здесь царапать стекло опять же появляется такой неприятный скрип когда она пускается здесь еще не критично но все-таки новая машина но я боюсь что со временем действительно здесь начнется раб со стекло но какого-то особенность автомобиля и кстати гарантийным случаем это не признают здесь вот не по-человечески немножко сделано то что не справа на левого замочек открывается а слева направо ну ладно к этому можно привыкнуть и вы скажете блин газовый упор и круто но нет это да ребята потому что вот вот вы получаете здесь завода даже кстати в топ и комплектации у вас будет вот такая хрена боли если вы захотите поставить газовый упор пожалуйста но это дополнительная опция отбашляйте ладе версия кросс этого автомобиля мне прям вот реально нравится внешне и действительно дизайн у нее интереснее чем обычная св потому что например за счет вот этих вот накладок на арке она не смотрится крут огромный как корова так вот тут жопа у нее большая и высокая здесь действительно это немножко скрадывается и машины смотрится реально по-другому поэтому вот если рассматривать я бы выбрал именно версию кросс и по деньгам на самом деле что обычная св что кросс особо не отличается если вы рассматриваете с безопасностью то есть что были боковые вот эти подушечки у вас версия кросс даже выйдет дешевле чем обычная когда интересная политика лады поэтому я буду рассмотрел именно версию кросс комплектация там по моему средненькая она стоит где-то 15 тысяч долларов и вот она самая удачная потому что вся безопасность давайте посмотрим что у него багажнички во первых по петлю в них действительно попадает вода например после мойки или еще где-то даже просто дождик прошел и по водостокам она ровненько туда затекает и из вот этих петель она не вытекает снизу и это самая большая проблема то что она там застаивается и вот забивается во все эти поры и как бы ни было эта машина хорошо прокрашена все равно во влажной среде она будет подвержена коррозии опять же вот эти болты которые здесь находятся они что же получается находится в влажной среде поэтому я не думаю что вот больше пяти семи лет вот это вот деталь проходит багажник здесь как и был огромный вот к нему еще претензий у меня нет и если вам нужна машина в которой вы будете много много всего возить такая относительно рабочая лошадка ну лучший вариант вопрос не купить за 15 тысяч долларов от универсал с кучей места сзади с огромным багажником с высоким клиренсом который будет еще и симпатичны и с безопасностью но вы не найдете просто таких нету единственный универсал который есть в этой цене о котором я не говорил в своем обзоре это лада ларгус но это другой автомобиль и он не гражданский он именно вот рабочий такая рабочая лошадка которую покупаете на фирму возить там какой-то не знаю кабель коробки еще продукцию и так далее этот автомобиль уже для семьи то есть если вам нужно там на дачу что-то отвезти картошечку колясочки и детей там у вас там не знаю шестерой нужно запихать половину багажник вот это та самая машина цен которая вам это позволит сделать именно поэтому их покупают и на самом деле вот седан лады веста рассматривайте смысла особого не вижу потому что есть много действительно конкурентов те же рио те же солярис и те же пола на крайняк но по места рассматривать по определенным причинам опять же смотрите обзорная океа рио там подробно рассказал почему бы я не купил пола вот но опять же есть тот же логан и реально очень много достойных конкурентов а у универсала лады веста конкурентов нет поэтому ее и покупают поэтому я дают свое предпочтение очень-очень многие и действительно это очень достойный вариант в этом сегменте по сравнению с семнадцатым годом здесь добавились вот полочки небольшие багажнички ну прикольно то что все можно купить мелочушку положить съездить из двух сторон то есть если вы с одной стороны загородили вас все равно будет светло например даже в даст 3 такой фишки нету там только с одной стороны лампа стоит много крючков то есть вы сможете все это дело закрепить здесь действительно в плане багажника в плане заднего ряда все настолько продумано что ну блин ну не докопаться до этого автомобиля даже при большом желании я был немного удивлен когда увидел здесь пол багажником потому что мне казалось что пол здесь ниже и багажник изначально казался больше но здесь он как-то достаточно высоко расположен я начал поднимать под пол и что вы думаете там два органайзера причем один вот здесь ближе второй дальше это действительно круто потому что ближний органайзер вы откроете даже при забитом багажнике а дальний вам нужен скорее всего когда вы там решили влезть в автомобиль там какие-нибудь инструменты лежат еще что-то и вот тогда вы все выгребаете из багажника открываете его блин это круто ребята почему это нельзя сделать всех же рено почему здесь вот пол жесткий действительно классно это причем не доп это входит в топовую комплектацию почему нельзя сделать такой пол в тех же рено почему я там какая-то сраная картонка от которой уже ткани отслоилась блин сумма изоляции чё за хрень здесь реально это очень классно реализовано вот приятно то что они исправляют то до чего я докапывался буквально машине которые два года то есть за два года они исправились только что очень многие производители исправляют в течение 10 лет и так далее с другой стороны у других производителей изначально нет таких косяков но как бы это сладо нужно дать шансы справиться единственное очень интересно накладочки на выхлопную систему сделаны так аля какой-то я не знаю mercedes что ли перевернутые хрен пойми но смотрится конечно весело потому что машина это как вы понимаете едет она очень посредственно и вот когда в бюджетном автомобиле какие-то накладки встречаешь и думаешь ну блин за что ребят ну почему вот но действительно поражать вот я я всегда смеюсь когда я вижу то есть накладочки на ладах кто-то них ставит спортивные действия лада и веста спорт просто вот ну за что за что да купи ты себе нормальную машину твоего да хотя бы шкоду но она это поедет но покупать села до веста спорт за что ребят не надо так делать это совсем это уже вот беда да просто беда это патология я считаю вот этим людям вот реально писали в комментариях нужно вместо талона техосмотра проходить психиатра вот но тем не менее даже такие находятся но не совсем не понятно почему здесь они накладочки вот эти пластиковые прикручивали черными болтами вот это реально мне не очень понятно потому что везде либо болты с оцинковкой которые беленькие либо они в цвет кузова выкрашены а здесь ну реально единственный автомобиль который увидел черные болты такие черные болты если что я покупаю себе для того чтобы там прикручивать полости всякие да там что-то делают самые дешманские саморезы вот они минут такого материала и они именно так же выглядят вот это мне конечно не совсем понятно но тем не менее ладно прикрутили и хрен бы с ним главное чтобы не ржавели вот это единственный критерий собственно а так ну молодцы поправили очень много доработали очень много и вот в топовой комплектации эта машина очень интересная какие дела кстати русте из двух сторон молодцы даже в теорию в топовой комплектации ручка была только одна а здесь видите две и багажник стал закрываться наконец-то ура победили проблему что мы имеем салоне в принципе здесь особо ничего не изменилось единственное что механика механика здесь настолько хороша в сравнении с роботом что ребят нет никакого смысла рассматривать автомобиль с роботом если вы хотите автомат здесь то дождитесь просто рестайлинга там будет вариатор он и то гораздо лучше чем этот робот здесь механика она реально приятно то есть вот они доработали просто она уже обкаталась то есть на тестовой машине она мне не нравилось здесь действительно все здорово и приятно эксплуатирует такой автомобиль сочетание с мотором 18 достаточно резвенький и вот механикой можно его действительно держать в оптимальных оборотах то есть мотор действительно эластичный получается такой коробкой и управлять такой машиной одно удовольствие по поводу закрывания дверей они действительно стали останавливаться то есть вот была проблема то что их закрывала чуть ли не ветром ну реально ветер подул и дверь закрыла здесь такой проблемы уже нет то есть действительно двери фиксируются и это хорошо ребята молодцы это все дело исправили мы находимся на небольшом небольшом подъемчике я пытаюсь открыть дверь я открываю дверь я хочу выйти как не зафиксировать маленький подъем наверное здесь ну градусов 5 я не могу зафиксировать дверь она закрывается единственное что и не исправили это косяк с царапанием стекол реально он присутствует и иногда вот когда у вас за резиночка задубела особенно холодную погоду выпускаете стекло его с неприятным скрежетом она начинает царапаться опять же когда я ездил на то дастера там был владелец лады я смотрю него разбирают карту двери я спрашиваю а чё за фигня до бренды бежит там чё так капец невозможно музыку слушать и вот смотрели что дребезжало то есть реально пластик здесь скрипучий и мы видим панелька на все-таки ходят вот но немножко сборка здесь еще подхрамывает есть нюансы так сказать но я думаю что это тоже со временем исправим должны исправить блин косяки ребят что касается руля здесь хотя и топовой комплектации на руль кожи не обтянут он из полиуретана и на самом деле он какой-то вот тонковатый немножко не знаю хотя в киаре вроде бы был такой же по толщине но там был кожаный был прям приятный а здесь не совсем приятно за него держаться с другой стороны относительно тех же полиуретановых рулей у например вино или у nissan almer здесь все в принципе даже очень неплохо что он относительно мягкий действительно и принципе приемлемо но конечно не хватает немножко кожаной обтяжки руля и на самом деле в рестайлинге обещают подогрев руля было бы здорово здесь есть обогрев лобового стекла крутая штука действительно очень крутая зимой особенно прям вот здорово нажимаешь на кнопочку пару минут и у тебя все машина готова к езде с другой стороны когда едешь все-таки эти нити бросаются в глаз не заменять немножко отвлекало от дороги особенно когда солнце не публики вают и как-то вот но не совсем комфортно что касается ключа ну не исправили они вот этот болтание вот камера я думаю видно будет что конечно он побалтывается вот такого например в те не было ну ладно нюанс экран мультимедиа мне показалось что он направлен немножко вверх но вот сейчас смотря на него опять же сравнивать с тигуаном с тем же там вот он капец вверх смотрел он прям бликовал жестко нихрена вида не было здесь у меня бликует наверное вот ну четверть экрана вот сюда вот у меня попадает свет из окна и вот здесь я немножко хуже вижу с другой стороны цвета здесь подобраны так что даже если он незначительно начинает бликовать вы все равно видите то что на нем написано то что он показывает мы здесь посмотрели вот как работает навигация с водительством автомобиля и пришли к выводу что она не реагирует на палец я касаюсь магнитолы но не нажимаю ничего не происходит если я начинаю прямо надавливать то да действительно реагирует ты вот если давить на эту магнитолу сильно то она нормально работает если чуть-чуть она конечно подтормаживает ну какому автомобили магнитола не подтормаживают наверно нет таких автомобилей кроме премиума так вот те экрана не реально очень-очень старые и они устанавливаются на первые телефоны и странно на самом деле почему вода решила именно такие экранчики сюда ставить потому что в большинстве автомобилей именно нормальные современные экраны стоят но с другой стороны может быть он лучше работает в морозах иногда бывает когда палец задубивший такой по ощущению касается телефона может не отреагировать здесь такой проблемы нет потому что вы можете блин до чем угодно вот костяшки могу нажимать и все в принципе будет работать по поводу панели приборов здесь такая приятная оранжевая подсветочка и несмотря на то что мне не совсем нравится вот именно как они это все дело реализовали но тем не менее приятно смотрит вот именно в оранжевом цвете вполне себе нормально по поводу полочек ребят на это капец как можно было сделать такую маленькую полочку здесь телефон принципе не влезет то есть если вы положите вот так вот подлокотник еще вариант но вот например вот в эту полочку да и просто невозможно положить он банально по габаритам не влазит я сейчас конечно к ноте 3310 то возможно вы сюда впихнете но у кого в наше время ноте 3310 климатическая система здесь работает нормально прогревается машина достаточно быстро действенные владельцы жалуются на то что из двери немножко задувает левую ногу у вас может немножко поддувать потоками ветра но на этом автомобиле такого особенности нет по поводу качества звука я считаю что она не прям классный но как минимум средний уровень вот даже наверное немножко выше среднего здесь вот и топовая комплектация поэтому здесь стоит топовая аудиосистема но мне кажется все-таки немножечко она не дотягивает до прям хорошего звучания но опять же это я меломан то есть большинству людей покажется прям нормальный и достойный но с другой стороны если мы сравним с рено логан там принципе та же самая шляпа единственное вот в киа рио в топовой комплектации с топовой аудиосистемой мне звук конечно понравился гораздо больше чем здесь там прям все хорошо все качественно по поводу накладки руля она пластиковая все-таки она пластикой вот эти вот накладочки все они пластиковые но в принципе чего ожидать от бюджетного автомобиля в киа рио мне показалось что это накладочки металлические не буду говорить за истину в первой инстанции но вот по ощущениям реально они там были из металла поводу зеркал обзорник реально классный все видно зеркала большие но за счет этого вы получаете большие слепые зоны слепая зона у вас 1 слепая зона у вас 2 то есть зеркало заднего вида здесь сопряженного с такой накладочки на лобовое стекло эта накладочка она непрозрачная то есть она реально закрывает вам такой кусок обзора вас есть слепая зона зеркал если по и зона вот здесь если вы достаточно высоко то она будет принципе достаточно большой и вы можете действительно кого-то не увидеть и это проблема вот с этим нужно мириться и к этому нужно подстраиваться по поводу именно ощущение от сидушки были нормально узнать очень удобно единственная боковая поддержка вот именно слева недостаточно жесткая и чуть-чуть я заваливаюсь ту сторону но все познается в сравнении потому что кому-то покажется например в логане этих вообще поддержек нет здесь она все-таки немножко получше если сравнивать с сиденьями дастера то там поддержка наоборот больше есть сравнивать с рио там они вообще прям классно то есть но здесь нужно сравнивать что под вашу спину лучше зайдет там нет однозначного ответа хорошо здесь или нет но большинстве своем владельцы говорят что действительно сидеть удобно на дальние расстояния на этой машине можно ездить без проблем ну то есть целом в салоне здесь находиться приятно если вот это вот отбросить всякое дребезжание непонятное да где со стыковки пластик еще что-то на морозе все-таки поскрипывает и и такие мелкие недостатки какие-то то в целом реально нормальная машина единственно меня конечно напрягает то что я вижу уплотнитель лобового стекла причем отчетливо то есть где-то наверно сантиметр я его вижу это единственная машина в которой вот прям я явно вижу уплотнитель лобового стекла вот обратите внимание вот там вот он проходит и что за фигня почему почему нельзя было немножко панелью прикрыть вот не совсем нет понятно причем я опустился здесь максимально вниз и все равно я его вижу что касается механической коробки передач в своем обзоре на этот автомобиль я рассказывал то что естественно передачи мне понравилось как включается на механике что такое ощущение что как будто месяц там что-то ступы на самом деле вот я сегодня проехал на этом автомобиле он не тестовый он уже обкатан у него пробег больше 3000 километров и мне очень понравилось работает коробка действительно передачи все включаются четко все понятно единственный небольшой ни раз этой коробки в том что там где вот например вино расположена шестая передача он как это в коробке да periodically ступенчатые там есть в том что передачи справа вниз да здесь справ вниз у вас будет задняя и ничего не нужно делать для того чтобы включить то есть никаких рычажков потянуть или напроку лишь утопить нет просто право вниз и включать заднее это безусловно удобно ну если вы привыкли к этой коробки но например с не привычески после шестиступенчатой коробки вы можете после 5 включить заднюю и коробке придет конец ну вряд ли конечно такое произойдет но тем не менее сам факт еще такой маленький нюанс педаль сцепления здесь действительно очень мягкая то есть даже по сравнению с рено с теми же которых принципе достаточно мягкое сцепление если ну еще мягче то есть для того чтобы здесь его нажать вам просто нужно найти пальчиком об надавить даже и в принципе все нажмется но как бы тоже не скажу что это проблема потому что мне показалось что будет уставать нога если долго есть на таком сцеплении но владелец говорит что нет никаких проблем наоборот когда более жесткое сцепление нога устой сильнее и у каждого своя правда тут просто обращайте на это внимание нравится вам это или не нравится единственное обратили внимание на один нюанс когда после движения вперед включая заднюю передачу начинаешь трогаться именно вот если на маленькой скорости с практическим сцеплением раздается такой страшный гул откуда сзади прям жесть и даже не понимаю что это такое и очень трудно повторить он периодически появляется перевести его нету будет просто поехать владельцу к дилеру и спросить что это может быть ну я сам честно говоря испугался когда услышал по поводу системы которая предотвращает откатывание действительно работают очень здорово то есть вы просто даже становиться на парковочке и перед тем как начать трогаться машинку вас все-таки зажимает все тормоза при анарино такого нет то есть там если вы остановись под горочку да действительно у вас тормоза зацепится машина не откатится но когда вы стоите на ровной поверхности ничего не блокируется здесь же нет она действительно придерживает тормоза но снять эту блокировку можно даже просто немножко отпустив сцепление то есть не давая газового она снимается и это действительно хорошо все вы случайно не откатитесь большой плюс этого автомобиля что мы имеем в итоге машина действительно подвержена изменениям компания лада хочет зайти на рынок и хочет угодить клиенту и за это им большой плюс действительно молодцы то есть очень много нюансов на которые я обратил внимание на машине семнадцатого года выпуска здесь уже исправлены и это здорово то и за два года они поправили много 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 мелочи и на сегодняшний день машина действительно особых проблем не имеет до осталось относительно слабая подвеска но подвеска здесь не самый дорогой элемент самый дорогой элемент здесь конечно мотор и коробка и если будете попадать на их ремонт ну да вы скорее всего разоритесь здесь немножко еще недостаточно ресурсные моторы но компания лада нашла выход они просто поставить сюда мотор от рено и как бы ресурс его уже понятен этот мотор обкатан и будет ездить 200 тысяч плюс без проблем по поводу коробок они просто убирают роботизированную коробку с одним сцеплением потому что но но это был такой изначально не самый лучший вариант потому что ну блин в принципе никто их не делает коробки они не комфортные они не классные какие-то это не инновация и не совсем непонятно почему они решили именно эту коробку сюда запихнуть но они признали ошибку и в рестайлинге они обещали впихнуть сюда вариатор от рено который опять же уже обкатан и понятен это тоже хорошо и по факту вот много 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 всяких мелких косячков которые были вот машине семнадцатого года здесь уже учтены исправлены за это ладе огромное спасибо поэтому на сегодняшний день могу сказать что такие машины можно брать потому что аналогов нет универсалов которые подходят для семейной эксплуатации которую посадить свою жену детей который будет давать им безопасность в базе который будет относительно комфортный там будет дохрена место потому что здесь реально очень много места багажнике очень много места сзади в 15 тысяч долларов кроме лады веста вы ничего не купить даже скорее всего в 17 18 тысяч долларов вы тоже не найдете ничего подобного ценники нормальные универсалы будут начинать уже 20 и выше или конечно можете рассмотреть ладу ларгус но она для эксплуатации именно семейной не очень подходит эта машина более вот такая рабочая то есть вот на фирму можно взять до развозить что-то товар какой-то еще что-то но не семью несмотря на то что есть конечно семеместный вариант но это для таких малоимущих многодетных семей скорее всего сделана машина ну действительно наверное да она им подойдет но в плане безопасности там вопрос плане комфорта вопрос плане места конечно вопросов там нет но тем не менее вы жертвуете всем кроме места если рассматривать рестайлинг 20 года то там будете скорее всего жертвовать только подвеской до относительно слабый но возможно они ее исправят поэтому пока ждем пока действительно ждем обновления на сегодняшний день если вы хотите брать такую машину берите в принципе с механической коробкой и без разницы каким мотором то что мотор 16 что мотор 18 литра они с механикой оба неплохие проблем у них принципе практически идентичные по расходу они тоже не сильно отличаются здесь мотор 16 он ну более обкатан что ли он более прост и в обслуживании простые мотора вы 18 принципе он новее поэтому с ним возможно больше немножко будет проблем но в целом что один мотор что 2 до пробега 100 тысяч километров но они проездят без каких-либо существенных проблем так что если вы рассматриваете такой автомобиль то действительно можно отдать ему предпочтение но исключительно в кузове универсал если вы рассматриваете седан не рассматривать его потому что очень много достойных вариантов и в этой же цене тот же рено лого те же рио те же солярис и ну беларуси соответственно акценты принципе они будут достойнее и они будут не сильно дороже поэтому действительно лучше рассмотреть их в универсале аналогов нет поэтому и покупают эту машину поэтому ее ценят и поэтому я считаю что нужно было записать сегодняшнее видео для того чтобы показать то что ну машина-то реально уже неплохая то что производитель действительно реагирует на замечание и исправляет их спасибо что смотрели мои видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии надеюсь я как-то не знаю рассказал об этом автомобиле все более объективно да потому что первый мой обзор был немножко субъективен потому что мне очень понравилась коробка здесь я постарался максимально объективно всем рассказать так что я оставлю в описании e-mail на которую вы сможете отправить свои какие-то замечания предложения возможно хотите мне предложить какой-то интересный автомобильный обзор с удовольствием откликнуть так что всем спасибо всем пока